Федоровское водохранилище под угрозой заражения. Водоем сбрасываются канализационные стоки. Об этом заявляют дачники, находящегося рядом садово-огородного общества. На их глазах производится масштабная реконструкция канализационного коллектора по программе Нурлыжол. Однако методы и средства работы подрядчиков вызывают множество вопросов. В проблеме разбиралась Ирина Вобещевич. Здесь рыба водится и рыбачивает. Эта река втекает в Федоровское водохранилище. То есть вот Федоровский разрез, где люди купаются, отдыхают, зону отдыха понастроили. Вся эта канализационная масса вся стекала туда, в водоохранную, вот в эту зону. Там даже знак стоит, что водоохранная зона. Дачный сезон подходит к завершению. Однако на Федоровских дачах есть капитальные дома, в которых люди живут круглый год. Они-то и стали свидетелями, по их мнению, беспредела. Канализационные массы направляются в речку Сокур, а оттуда, как известно, вода попадает в водохранилище. 1 сентября пришел мужчина, не представился, он просто сказал, что ихняя организация выиграла тендер на реконструкцию канализационных сетей. По программе Нурлыжол в районе Федоровских дач развернулась работа по реконструкции ветких канализационных сетей. Как известно, стоки со всего города направляются на честные сооружения и как раз проходят под дачным массивом. Ашраф Акбегиев является одним из тех, на чем участке расположен коллектор. Он беспрепятственно допустил на участок рабочих, но не ожидал, что из этого выйдет. Пригнали тяжелую технику, вытащили эту пробку, все затоптали, дорожки сломали, все затоптали. Ну, сказали, восстановим, но их никак не видать. Они периодически, у них шланги лопаются, заливают огород. Вон, видите, лужи вот на дороге везде. И в канаву заливают, везде заливают. А канаве заливают, она идет на разрез, эта вода. Фонтан, дерьмо, выливается весь в огород. Можете пойти, посмотреть, все залито в огород, весь этим дерьмом канализационным городским. Все заливает, вот дороги заливает, и все заливается везде. Вы чувствуете, вот какой фан идет. Фирма при некачественном проведении работ по ремонту городской канализации, она здесь распространяется и также течет в канал Федоровской водохранилихе. А потом, как бы, граждане нашего города задают очень много вопросов, почему, когда там купаются, мы чешемся, почему различные заболевания проходят. Опять же, этой водой поливают огороды. Жители дач воочию убедились, что подрядчики оказались не готовы к таким широкомасштабным работам. На день по несколько раз прорываются старые гидранты, которые дедовским методом потом связывают скотчем и забивают в них чопики. Будет голландское оборудование. Конечно, массу обещаний выдали, а, к сожалению, так не произошло. И очевидно, что эти пожарные рукава, которые еще при Советском Союзе лежали где-то, они их где-то раздобыли, поставили. Если оборудование не соответствует таким работам, зачем они тогда берутся за такие работы? В самой подрядной организации никаких нарушений не видят. Говорят, все идет по плану, а жители жалуются из-за личных временных неудобств. Шваги-то, сказать, не новые тоже, но и не старые они. Просто они типа мешаемые и все. Из-за этого только вызывает. А так никуда ничего не льется. Видите, все нормально. Некоторые байпасы, которые у себя не рвутся, мы меняем сразу, получается. Как долго эта работа будет продолжаться? Ну, это время до месяца на каждом участке. В Караганды-Су также разъяснили ситуацию. Все конкурсные работы по выбору подрядчика прошли в полном соответствии с требованиями. К тому же за проведением работ следит технический надзор. В 2016 году по программе Нурлужол ГУ отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды провел все необходимые законодательством Республики Казахстан конкурсные процедуры по определению подрядчика по реконструкции канализационного коллектора номер 10. Работы выполняет подрядная организация ТО «Стинг ТФК». Технический надзор осуществляет ТО «Эксперт стройки ИЗ». Авторский надзор выполняет АО «Казахский водоканал проект». Ни Акимат не реагирует. Я писал на бот Акимата. Я первый начал, потом сосед, вот Карим подключился, тоже писал, вот все соседи. Ну, я просто уже как бы слегка опустил руки и говорю, ладно, мы просто будем эту фирму переживать, как стихийное бедствие. Потому что в прошлом году было наводнение, но в этом году это фирма. Мы тоже ее переживем. Дачники, народ терпеливый. Но хотелось бы, конечно, со стороны Акимата, чтобы был более жесткий контроль.